Ну что, всем привет, друзья! Вынужден снова вещать вам из помещения бани, поскольку на улице крайне ветрено и некуда деться. Который день я уже хочу заснять видео у нас на участке, но никак это не удается. Ветер, соответственно, осадки, облачность, все вмешивается в эти съемки. Но, тем не менее, здесь мы спрятались от ветра, поэтому сегодня я вам расскажу про то, какие растения мы приобрели для того, чтобы посадить. Сейчас идет речь не о посадках на огороде, а о кустах, будем так говорить, и деревьях. Соответственно, вот они стоят. Ну, начну я, наверное, с вот этого, того, что я уже давно хотел получить. Значит, это растение алоэ вера. Вот, наконец-то, наконец-то, у нас уже алоэ есть, да. Алоэ вера теперь для, скажем так, ну, во-первых, для лечения, я думаю, многим знают, что это очень полезное растение. Ну и для красоты мне чисто эстетически оно очень нравится. Пока что оно стоит в таком пластиковом стаканчике, уже совсем скоро мы его пересадим в хороший горшок. Но это то, что будет находиться внутри дома. О, глядюх прибежал, посмотри, как мы снимаем. А вот дальше много интересности, да. На распродажу мы приобрели несколько интересных вещей. Как говорится, мысли материальны. И если мы очень четко ставим задачу и отпускаем ее в космос, то потом возвращается. Я только думал, что хочу какое-то красивое растение посадить на место, которое я расчистил из-под досок, вы видели в предыдущих видео. И как тут же, прям, вселенная меня услышала. И на распродажу увидел клен. Геннала, вот, садовый, как тут, садовый питомник Кутепова, Тульская область. Кто есть из Тульской области, помашите ручкой. Значит, стоил он что-то типа, там, 30 или 40 рублей. Вот, фишка в том, что вот тут вот стебелечек чуть-чуть обломан, да, то есть не товарный вид. Вырастает он до 5 метров, либо кустом, если не формировать центральный столб, либо, соответственно, деревом. Ну, и у него тут пишут всякие особенности. Изумительно привлекательный своей осенний огненно-красный лиственный кустарник. Или дерево до 6 метров высотой и 4 метров шириной. В апреле он душистыми медоносными цветками зацветает, ну, а потом не требует укрытия и практически не повреждается вредителями. В общем, я люблю клён, я вырос на улице, вообще, на которой была кленовая аллея. Единственное, что я знаю, да, по даче своих родителей, что клён бывает очень большой порослей уйдёт. Но, знаете ли, это частный случай. Поэтому этому приобретению я крайне рад. Написано «Клён Геннала» с двумя буквами «М». Посмотрим, что получится из этого. Это номер раз из таких вторых. На этой же распродаже. Многие сейчас будут смеяться, потому что я приобрёл берёзу. Берёза повисла с такими висюльками, я думаю, многие знают, да. Я очень обожаю берёзы. Две берёзы, которые я сажал, вот тут сейчас вперёд подсказочка, у меня не прижились, которые я выкапывал в лесу. Ну, соответственно, тут сама распродажа подсказала, что вот, попробуй, парень, отпои. И, в общем, вот так вот выглядит эта штука, да. То есть вот тут внизу ещё есть зелёные стебли. Видно, что дерево подсохшее, ему срочно требуется влага. Поэтому либо сегодня посажу, либо сейчас посмотрим, насколько я с делами буду управляться. Говорю, опять же, очень ветрено. Дождь идёт, два часа проходит, снова дождь идёт, непонятно всё, прыгает. Поэтому вот такая красотка, которую я уже давно хочу посадить перед нашим домом. Дерево до 20 метров высотой, сажурное, высоко. Вот что ты, плакучие и кроны. Кора ствола белая, слоистая. У взрослых деревьев нижняя часть ствола покрыта мощной черноватой коркой. Черноватой коркой. С глубокими трещинами. Этим она отличается от большинства белоствольных берёз. Осенняя краска листив, жёлтая. Серёжки длинные, пониклые. Плакучая крона стаёт комфортную, расслабляющую атмосферу. В саду или в нашем полисаднике. И последнее, о чём я вам хотел рассказать, это... Ну, это не я уже, правда, успел, это Ульяна. На то же место, где мы разобрали вот этот вот наш завал около скважины. Дейцея шершавая. Короче, это какой-то куст. Я не шибко в теме. Хоть я рассказываю вам. Но вот скажу, что есть. Это ботанический сорт Кандиди Симма. Те невыносливо, требуют укрытия на зиму. Подбоя нет, саженцы корни собственные. Значит, листопадный кустарник прямо стоячей или раскидистой формы до 4 метров в сумке. Кстати, дофига, если что, да, вот так подумать. Хотя нам что-то говорили, что он вырастает примерно до полутора метра. А вот здесь написано высотой до полутора метра. Вот здесь на упаковке одно, а на листике совсем другое. Очень интересно. Посмотрим. Она тоже в состоянии не самым, как говорится, лучшим. Вот здесь вот внизу все-таки видно, что она живая. Есть листочки. Поэтому, я думаю, мы... Вот здесь сосок, что листик сверху отвалился. Но вот ладно, внизу самое главное, что она живая. Поэтому будем ее отпаивать. Посмотрим, что из этого получится. Уверен, это будет достаточно красиво. Ну, а теперь давайте покажем, как мы это все сажаем. Уверен, это будет достаточно красиво. Уверен, это будет достаточно красиво. Все, закончить хочу тем, что сейчас наблюдал, как ворона гоняли две синички, ну или три синички, да. И зрелище было, конечно, непередаваемое, когда одну большую, такую черную громадную птицу гоняет мелочи, такие пузатые, вот. Поэтому это говорит о том, что люди должны тоже держаться друг к другу, тогда никакая напасть будет не страшна. На этом пока все. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк. И до скорой связи. Пока-пока.